Рубрика «Такая работа» приглашает вас на Могилёвский завод лифтового машиностроения «Могилёв Лифтмаш». Здесь работает около 4,5 тысяч человек, представители самых разных специальностей, большие профессионалы. Недаром продукция завода пользуется серьёзным спросом и известна далеко за пределами Беларуси. Давайте окунёмся в производственный процесс. Наш герой, точнее героиня, Елизавета Белоусова, машинист мостового крана. На работу всегда с улыбкой, мужчинам приятно. Шутку или нет, называют Елизавету королевой высоты. Да, сверху всё видно, всё хорошо, катаешься. Да, нормально. Хотите убедиться? Тогда осмотрите. Всё производство как на ладони, и это всего лишь 15 метров высоты. Работает Елизавета на участке мехобработки лифтовых направляющих, которые используются в лифтовых шахтах. Доставляет заготовки этот навод станка к другому. Это только кажется, что ничего сложного. Усталость проявляется уже где-то во второй половине дня, она чувствуется. То есть это усталость и моральная, то есть, ну, всё-таки, когда работаешь, ты всё равно напрягаешься, не только физически, но и морально. Ну и также усталость и в руках, и в ногах, потому что день ты сидишь, то есть ноги тоже в согнутом состоянии. И покинуть своё рабочее место только по-быстрому, если вот раз, и туда быстренько обратно. На этой работе человек должен обладать с такими качествами, как уравновешенность, внимательность, усидчивость. Нужно не бояться высоты и уметь точно попадать в цель. Машинист крана за всё ответственный. Буквально какая-то малюсенькая ошибка, ты отвернул куда-то голову, или не досмотрел, или отвлёкся на что-то. Ну, это за собой может повлечь очень большие неприятности. Пришла Елизавета Белоусова на Могилёв-Лифтмарш, отчасти случайно отучилась на бухгалтера, но быстро поняла, не её это. И тут знакомые посоветовали идти на завод. Три месяца ученицей здесь же. И вот она, готовая крановщица. Я посчитала, что лучше пойти в государственное учреждение, то бишь на завод. Это первое, что я думала. А ещё я как бы хотела получить жильё здесь. Отработав два года, Елизавета получила комнату в заводском общежитии. Решение жилищных вопросов своих работников – это то, что привлекает молодых специалистов, идущих на Могилёв-Лифтмарш. Плюс стабильная работа и достойная зарплата. По декабрю средняя зарплата составила около 9 миллионов рублей. В ноябре где-то было 7,5 миллионов рублей. То есть люди к нам идут. Несмотря на непростые времена в экономике, Могилёв-Лифтмарш работает вполне успешно. Во многом благодаря качеству продукции и продуманной маркетинговой политике. Заводчане обеспечены работой. За прошлый год штат предприятия увеличился на полсотни человек. Вакансий у нас не слишком много. Вакансий в основном текущие. Если кто-то ушел, на его место мы принимаем человека. Но, как правило, на сегодняшний день вакансий нет. После восьмичасовой смены Елизавета спешит с улыбкой домой к сыну. Завтра она снова придет на завод и тоже с улыбкой. Вы любите свою работу? Очень. Поменяете ее на другую? Нет, не поменяю. Почему? Ну, потому что я привыкла и мне нравится моя работа. Я считаю, что это то, что я искала и другое не хочу. Вот на каких людях держится предприятие Могилёв-Лифтмарш?